Изменение парадигмы приводит к тому, что оно быстро обрывается и создает ситуацию, когда твоё собственное существование незаметно ускоряется и пересекается с соседним миром, а ситуация из контекста побуждает тебя к смерти, 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 к смерти. ДИФПЛЕЙ Это дело рук основания будущего? Но ведь и не пытается спасти мир, верно? Или основания будущего, нам не союзник? Прости, я мало чем могу тебе помочь. Если бы я только был более способным, я бы не проиграл свои права этому вирусу. От всех этих новых слов у меня сейчас голова лопнет, а чё такого в слове вирус-то? Ты можешь рассказать мне побольше о наблюдателе и об этом вирусе? Ну, эта сессия программы нового мира была запрограммирована на 15 человек плюс двух наблюдателей. Двух наблюдателей? Да, они скрывались под маской учителя и одного из учеников. Ага, Монами и... Чоки. Они должны были привезти сюда учеников. Участников. Кстати, наблюдатель в роли учителя был уполномочен влиять на... на... на вас всех. А у наблюдателя в роли ученицы... ученицы таких полномочий не было. Ей вообще не давали никаких особых полномочий, поэтому она казалась такой же, как и все остальные. На что конкретно способен учитель? Например, учитель может создавать правила для этого мира и управлять ими. Если учитель правильно управляет своими созданными правилами, риска злоупотребления нет. Но из-за того, что вирусу всё заразило, это изменилось. Так, ага, значит... Убийственная игра была идея вируса. Отлично. Он изменил мир, в котором насилие не должно было быть изначально. Программа нового мира гарантировала бы бесконечный мир и покой. Но, как и внешний мир, этот мир наполнился насилием и смертью. Что... что это за вирус? Я на самом деле не знаю, что он из себя представляет. Но его функционал выходит за рамки моих возможностей. Как бы я ни пытался его остановить, он ведёт себя так, будто уже знает, что я пытаюсь сделать. В конце концов, он украл честь моих способностей, отвечающих за построение мира. Прямо как Гроссмейстер. Я отчаянно пытался дать ему отпор, чтобы у него не было тотального контроля. Но даже так, он смог изменить честь мира. Он, наверное, говорит о Монакума Рокки, Доме Веселья. Получается, что бы он ни делал, он только может отбиваться. Но Альтер-Эго должен отметить, что... Но Альтер-Эго должен отметить, что это впечатляющий искусственный... Искусственный, блядь! Интеллект основания будущего. Это можно увидеть, просто пообщавшись с ним. Это значит, что вирус настолько умён, что превзошёл Альтер-Эго? Если так, то этот вирус тоже является искусственным интеллектом? Чёрт, ну что за фигня? Один искусственный интеллект ведёт войну с другим. Это чертовски напрягает. Но как этот вирус проник в программу нового мира? Программа нового мира существует в изоляции. Её невозможно заразить через сеть. Поэтому я вполне уверен, что кто-то загрузил его вручную. Вручную? Возможно, кто-то втайне принёс внешний физический накопитель памяти с вирусом в комплекс. И непосредственно загрузил его в главный компьютер, на котором установлена программа нового мира. Судя по моим расчётам, скорее всего, это и произошло. Его пронесли в комплекс основания будущего. Но доступ к комплексу есть только у членов основания будущего. Чёрт, о чём я только думаю? Почему я считаю всё услышанное правдой? Почему я считаю, что всё вокруг это ложь? И за. Отлично. А, но... Да, вирус могущественный, и он меня полностью подавил. Но я всё ещё в состоянии защищать жизненно важные зоны. Поэтому у него тоже есть ограничения. Ограничения? Так как он взял на себя роль наблюдателя, он должен следовать правилам наблюдателя. Эм, например... Чтобы завершить программу и освободить всех, мне нужно следовать верной процедуре и... Так, хватит! Пусть ты, божество, в облике машины, с тебя хватит подсказок. Если скажешь ещё хоть слово... Допустим, ты существуешь между жизнью и смертью, и твоя смерть неизбежна. Если это так, то она может быть параллельной отклонению основанному назначению существования составляющего отношения. Потом... Изменение парадигмы приводит к тому, что оно быстро обрывается и создаёт ситуацию, когда твоё собственное существование незаметно ускоряется и пересекается с соседним миром, а ситуация из контекста побуждает тебя к смерти, к смерти, к смерти, к смерти, к смерти, к смерти... Хе-хе... Смерти, к смерти, к смерти... Эй! Смерти, к смерти, к смерти, к смерти, к смерти... Смерти, к смерти, к смерти, к смерти, к смерти, к смерти, блядь! Боже, я щас рыгну. Не обессудьте. Или обессудьте, как хотите. Блять, ну это пиздец! Сколько можно? О, Найги, здорово! Какого хуя? Что только что произошло? Здесь есть кто-нибудь, а? Есть здесь кто-нибудь? А? Кто ты? Ты же не тот искусственный интеллект, с которым я разговаривал! Может быть, с его стороны меня не слышно? Сейчас я общаюсь с миром через альтер-эго С тех пор, как вы попали в то пространство, видеосвязь пошла с заметными искажениями Надо же так, нас заставили наблюдать за вами всё это время! А? Нас заставляли смотреть на то, что вас заставляли делать! Заставляли наблюдать за нами! Я правда хочу вас спасти! Но из-за вмешательства вируса я не могу! Программа больше не принимает наши запросы, включая запросы на выключение! Сейчас программа нового мира вне нашего контроля! Этот человек создал независимую область в этом мире, которая не поддаётся вмешательствам извне! Ну, это можно застренить! Но альтер-эго предоставил мне возможность поговорить с вами напрямую! Если это сработало, то я надеюсь, что человек, с которым мне нужно поговорить, находится передо мной! Похоже, этот парень не видит меня и не слышит! Только кто он такой? Он наш союзник? Так как времени мало, я скажу то, что должен и буду верить в то, что ты меня слышишь! Но сначала я должен извиниться перед вами! Я знаю, извинения не помогут, но мы не думали, что может произойти что-то подобное! Мы не знали, что в программе нового мира скрывался такой ужасный вирус! Но это целиком и полостью наша вина! Мы виноваты в том, что не понимали этого, пока не стало поздно! Но дело не только в вирусе! Я вообще не уверен, что у программы изначально не было проблем! Сказать по правде, я не был уверен, стоит ли помещать вас в программу или нет! Но это был единственный способ спасти всех вас! Я хотел спасти вас! Спасти нас? Отчего он хотел нас спасти? Как это может нас спасти? Вы ведь уже видели пароль для получения доступа к выпускному экзамену? Тот, который 11037! 11037! Это цифры, которые мы нашли в замке Незумия! Дверь в древних руинах должна была открыться, когда вы бы собрали все осколки надежды! А потом вы должны были создать выпускной экзамен! Сдать! Однако я подготовил пароль на случай, если что-то пойдет не так! Да я бы не успел соврать, все осколки надежды их слишком много! Это вообще реально! Как я уже сказал, я сомневался, что программа отлажена до идеала! Хоть шансы и были малы, я предполагал, что наблюдатель может стать опасным! Поэтому я и оставил пароль 11037 вместе, куда вход для учителя воспрещен! Я и подумать не мог, что Нагита, когда увидит пароль, сотрет его! В общем, именно я выбрал эти цифры для пароля! Они содержат секрет! Близкий мне человек оставил эти цифры, чтобы спасти меня, когда я оказался в тяжелой ситуации! Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Я доверяю вам этот секрет! Он поможет вам в будущем! Но! Этот человек пытается использовать выпускной экзамен в злых целях! А что это за человек-то? Там же Саяка оставила этот... Пароль? А ее валил Леон! Но они оба мертвы! Я уверен, что он скинет вас в пучи на отчаяние, используя выпускной экзамен! Но я хочу, чтобы вы держались и не теряли надежду! Я хочу, чтобы вы держались, пока я не доберусь сюда! Потому что у меня есть секрет, с помощью которого я уничтожу его! Он знает, как победить Монакуму! При худшем развитии событий, когда наблюдатель становится опасным! Я подготовил скрытую команду, которую нужно использовать на месте проведения экзамена! Она запустит принудительное выключение! Принудительное выключение? Даже учитель не сможет остановить эту команду! Это единственный способ выбраться отсюда без разрешения наблюдателя! Это значит, что даже с ролью учителя он не сможет остановить эту команду! Если используете ее, то вы сможете победить! Но чтобы запустить принудительное выключение, необходимо больше, чем половина людей! И для того, чтобы сделать это, мне нужно как-то увеличить число людей! Смерти-смерти... Мясо-баба-смерти? Что? Ладно... К смерти-смерти-смерти-смерти-смерти! А? Чё сейчас было? Эй, Ходзима, чё сейчас было? Ничего! Понятненько! Ну ладно, в любом случае, это все подсказки, которые ты можешь тут получить! Если этот нехороший искусственный интеллект расскажет тебе еще что-нибудь полезное... Я СНОВА ПОИМЕЮ ТВОЙ МОЗГ! Сука! Монокума не заметил того, что сейчас произошло? Давненько мне не приходилось разговаривать вот так, но... Поговорить с тобой было важно, это стоило того, чтобы так долго ждать! Эй, о том парне, что сейчас? У тебя уже не должно было остаться вопросов ко мне! Ясно, будет плохо, если Монокума подслушает нас! Это значит, что Монокума не знает о том, что у меня сейчас был разговор с тем парнем! У вас есть оружие! Мощное оружие! Все зависит от того, как вы его используете! Единственное, что я могу сказать, сделать... Это предотвратить вторжение вируса, используя все свои силы, чтобы вы смогли использовать это оружие! Остальное зависит от вас! Постарайтесь изо всех сил! Постараться изо всех сил! Ну а что мы можем сделать? Тайны становятся явными! Я наконец-то начинаю видеть правду! Но что нам делать, если это правда на самом деле ложь? Мы знаем, что реальность окажется тем, чего мы не захотим услышать! Но все же, стоит ли нам стараться изо всех сил? Есть ли причина для этого? Если все это было ложь, тогда получается все было бессмысленным? То же самое касается и убийств! Все эти чувства, всю ту боль, что мы испытали... Все это тоже бессмысленно! Когда мир переворачивается вверх дном и становится настолько бредовым... Что я должен делать? Ладно... Так... Эмм... Моноком тут нет? Нет... Да, выходим отсюда! Динь-дон-бим-бом! Походу, я пятого-таки не нашел... А он нужен вообще был? Э, ну... Я устал ждать! Не пора ли уже начинать? Пришло время для долгожданного выпускного экзамена! Пожалуйста, пройдите в красную дверь, расположенную на первом этаже Академии Пик Надежды! О-па-па! Скоро увидимся! Ага-ась! Красная дверь, значит... Буду сейчас думать о том, что все это значит в пустую потрачу время! Сейчас нужно закончить с этим! Я должен сконцентрироваться на этом! Ммм... Стоп, это было так близко? Ну ладно... Он имел в виду эту красную дверь, ведь так? Значит, мне нужно просто войти внутрь! Если я это сделаю, все закончится! А, боже, может... Ёб твою мать! По-моему, лучше не становится! Ну, ни капли! Ладно... Жмыхаем, жмыхаем, парни! Даже не надо ничего и принимать! И так хорошо жмыхают! Это даже лучше, чем чайный гриб! Со специями! Что? Это место! Похоже, что все здесь! Походу, это финал! Однако, это место! Это зал суда? Но почему это зал суда? Оно, конечно, похоже на зал суда, но атмосфера сильно отличается от той, что было раньше! Мы же уже были здесь, да? Да, это то место, куда вела дверь в древних руинах! Довольно странно, что мы были в другом здании до сего момента! Как будто все это сон! Если это сон, то это тоже было бы не очень! Было бы очень! Вы наконец-то прибыли! Поздравляю, вы первые, кто прошел эту игру! После исследования Академии Пикнадежды вы наконец-то вернулись в это место! Местом проведения выпускного экзамена будут древние руины острова Бармаглот! Хоть как это место не обзови, а это все равно такой же зал суда, как и раньше! Как и раньше! Прошлый зал суда был вдохновлен вот этим, можно сказать, что это и есть оригинал! Вообще пофиг! Выпускной экзамен означает, что мы наконец-то можем уйти домой, верно? Конечно! Если вы это выберете! Если нам придется выбирать, что нужно для этого сделать! Пожалуйста, обратите внимание на сенсорную ЖК-панелью... На сенсорные ЖК-панели, встроенные в ваши стойки! По сравнению с предыдущими судами, на этот раз правило намного проще! Всего два варианта! Выпуск и повтор! Видите? Вам просто нужно выбрать один из них и нажать на него! Тот вариант, который наберет большинство голосов, будет считаться вашим окончательным выбором! Если вы никуда не нажмете, то это тоже будет считаться неявкой и голос не будет засчитан! Это значит, что голос каждого погибшего будет считаться неявкой! Значит, результаты основываются только на наших голосах! Если будет выбран выпуск, то начнется событие, похожее на церемонию вручения дипломов под названием программа выпуска! Аааа! Даже если мы устроим это дурацкое голосование! Результаты и так, блин, уже очевидны! Так что, давайте начинать! Мы ведь можем уже начать на нужный... нажать на нужный вариант! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, еще нельзя! Вы попросту еще не готовы, не так ли? Жестокий поток общества вас просто снесет! Да заткнись ты меня на срать, я сейчас нажму! Господи, какой же ты жалчный! Жалчь у тебя просто изо рта льется! А ты в курсе, что чтобы стать... участвовать в программе выпуска, нужно моё разрешение как учителя? Какого? То есть просто голосование ничего не решит? После голосования я собираюсь оценить каждого из вас, чтобы понять, можно ли вас выпускать или нет. То есть, другими словами, даже если мы проголосуем, мы не выпустимся, если ты будешь против. Я дико извиняюсь за то, что вел себя так грубо. Но не стоит беспокоиться, я ни за что не буду против вашего выпуска. Это просто формальность, я делаю это лишь потому, что так надо. Он делает это лишь потому, что так надо? Это значит, что он не может свободно влиять на всё. У него тоже есть ограничения. Об этом говорил Альтер-Эго. Короче, даже если вы этого не хотите, вам всё равно надо сделать это, чтобы разгадать тайну. После этого вы проголосуете, а потом мы перейдём к программе выпуска. Но почему нам нужно проходить через весь этот идиотизм? Ну, это... Ты говорил о том, что ждёшь почётного гостя, верно? Это значит, что ты просто тянешь время. Что за почётный гость? О, не нужно беспокоиться об этом. Это вас, ребята, не касается. Это не может нас не касаться. В это вовлечены только мы, знаешь ли. Неважно, касается ли это вас или нет. Вы всего лишь пешки во всей этой игре. Поэтому это вас не касается. Исполняйте свои роли и не нойте. Подожди. Кого это ты там назвал пешками? Совсем офигел? Ну, это, конечно, мелочи, но вырубите эту игрушку. Как ты посмел отнестись к нему, как к игрушке? Я считаю его игрушкой. А у тебя что, проблемы с этим? Я здесь всё создал. Папапум! Ты хочешь подраться со мной? Я тут... Я же тут царь и бог! Боже, что это за люди пошли? Наверное, такова жизнь. Да, жизнь такова и больше никакова. Впрочем, ладно, перед тем, как умереть, узрите мою силу! А чё сразу всё умереть? Что вообще происходит? Ну, собственно, сохранить. Блядь! А я же не могу купить то, чего я не знаю. Верно? Верно. Просто можно купить. Я уже купил. Ах, ты ж монакомагнида! Ладно. Думаю, по ходу дела разберёмся. Не готов, но начали. Классный суд начала. Всем сосать. Я говорил, что хотел, чтобы вы узнали получше внешний мир, но это всё ещё слишком спорная тема для начала. Задам вам вопрос, каким этот мир является на самом деле. Что? Каким этот мир является на самом деле? Чё за вопрос такой? Каким этот мир является на самом деле? Если я отвечу, это будет правдой. И тогда ложь станет правдой. Но! Я не могу просто пропустить этот вопрос. Оу! Просто сгамбита полаща? Блядь! а чё так быстро блять мне и нужно овость пойдет ой блять это мягкий знак был блять стоп да блять не так быстро мир бля 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 да это же невозможно успеть да ёб же твою мать есть верту есть верту а верту а л мне нужно есть верту аль а я бы давно нахуй вертва н н н н н нужно виталь н н н и-э-э-э-э-э блятьезрт н н н и я есть господи Чё эти боку с такой скоростью валили? Этот мир, остров Бармаглот Это виртуальный мир, который был построен на основе настоящего острова Бармаглот Эй Так что это нереальный мир, но если хотите, то можете называть его игровым миром Поняли, это просто одна большая игра Ты, блин, серьёзно? Не ебей мне мозги, ублюдок, ты заставил нас прийти сюда, лишь чтобы нести херню Если это игра, то мои слова сейчас отображаются в окне с текстом Это тупо, такое просто невозможно Знаю, знаю, клише под названием «Всё это было у вас в голове вызывает у вас острое отчаяние» Но какая разница, я разрушил все загадки и недопонимания одной лишь фразой Потому что это игра Тогда нас заставили убивать друг друга Потому что это игра Произошло столько безумной херни Потому что это игра Здесь остались только мэм Потому что это игра У Монокума невероятные способности Потому что это игра Хватит пиздеть, это невозможно Да, вы злитесь, но ведь было и весело, согласитесь Мир, где может произойти что угодно, бывает только в играх Так что просто примите это А то закрытое пространство Этот игровой мир был настоящей сценой убийственной школьной поездки Перестань, я ни за что Ни за что в это не поверю Такая же реакция была у людей, когда они впервые увидели летящий самолет Но к этому нужно привыкнуть, как к ношению контактных линз Пожалуйста, не сравнивай реальность с контактными линзами Тогда, если этот мир виртуальный, что насчет нас? Только не говори, что мы вымышленные персонажи Основание будущего создало этот мир с помощью программы нового мира Она помещает пользователя в виртуальный мир, синхронизируясь прямо с его мозгом Это значит, что ваши тела все еще существуют в реальном мире Но прямо сейчас вы полностью погружены в игровой мир, словно в сон Короче говоря, вы, как это называется, не авиаторы, а... Ты имеешь в виду аватары, созданная в игре сущность, копирующая настоящее тело пользователя? Но мы ведь не простые аватары, верно? Ваши аватары были созданы путем удаления кое-чего из ваших тел в реальном мире Что именно удалили? Воспоминания Воспоминания... Воспоминания... Школьные воспоминания Сука! Нам удалили школьные воспоминания, да? То есть мы аватары, которые были созданы из воспоминаний еще до того, как мы поступили в Академию? То есть, поэтому мы не помним нашей... нашей жизни в Академии Пик Надежда? Не надо так говорить Мы сделаны из воспоминаний прошлого? Мы аватары? Это игровой мир? Когда все это скатилось в гребаную научную фантастику? Я никогда в это не поверю! Сколько раз мне нужно это повторить? Это не научная фантастика! Это игра, дебилы! Этот мир виртуальная реальность, созданная программой Мы не продвинемся дальше, если не примем это Но разве мы можем только поверить ему? Да вы издеваетесь Есть ли доказательства тому, что это игровой мир? Вы и есть доказательства! Что это значит? Вы, аватары, созданные из воспоминаний до Академии Но ваши тела в реальном мире на самом деле другие Хоть вы и не помните то, как жили в Академии Ваши настоящие тела отжили этой жизнью Что за игровой мир? Что за аватары? Я реальный человек с реальным телом! Блядь, нет Немного обосрался Ты шок подопытно Блядь! Да сука! Ладно, может быть я не туда пытаюсь Если это действительно виртуальный мир Мы аватары, созданные для этого мира То сейчас мы не настоящие люди Наши настоящие тела должны быть где-то, верно? Я не хочу верить в это, но... Но программа нового мира Да сука! Очень, очень, блядь, непонятно М foi! Да ну... Опа, я списком подолботных уже сюда валил, валил. Зря было. Да сука! Да, да. Да, наконец-то нашёл. Согласен. Прорыв. Ранее в учительской я нашёл эту странную газетную вырезку. В ней была фотография Хиёка, но она была больше похожа на взрослую. А не на Хиёка, которую мы знали. Как взрослая, в каком это смысле? Поскольку сейчас мы аватаром, мы выглядим так же, как выглядели до поступления в школу. Но в реальном мире мы уже прожили нашу школьную жизнь. Это значит, что мы уже выросли, а некоторые из нас выросли так сильно, что мы их не узнали. То есть это случилось с Хиёка? Похоже, что Хиёка неплохо так выросла за учебный год. Слышь, Фу Юхика, второй карлик-то уже выпустился. Я не могу в это поверить. Ты просто несёшь пурго. Но если вы потеряли только память, то ваши тела всё равно должны были вырасти за это время, да? Вы должны были чувствовать, что вы выросли, но почему-то вы... Но почему вы не узнали друг друга? Потому что мы не знали друг друга до того, как потеряли память. Если мы встретились после того, как потеряли память, то мы, считай, встретились как в первый раз. Так как мы не знали друг друга до этого, мы бы и не заметили, как сильно выросли. Нет, подождите. Если мы прежде не знали друг друга и не поняли бы, выросли бы... И не поняли бы, выросли мы или нет, посмотрев друг на друга, тогда почему он этого не заметил? Он? Он? Ты же был знаком с Пэка уже довольно давно, верно? Да, кстати, это странно Знаешь, это реально странно Странно? Что именно? Наши школьные воспоминания, сколько дней жизни у нас забрали Это знают только создатели программы нового мира и в основании будущего, но... По-моему, где-то 2-3 года Так много! Мы споковиделись практически каждый день всю нашу жизнь Если бы мы потеряли 2 года воспоминаний, мы бы заметили, что стали старше Тогда это значит, что наша потеря памяти — это ещё одна ложь Монакумы? Вы отказываетесь признавать вашу потерю памяти И поэтому не можете заметить все важные части Вы потеряли память, точка, вы аватары, у которых забрали память Это виртуальный мир, а мы виртуальные аватары То есть мы должны это признать? Я чувствую, как у меня бьётся сердце, и я знаю, как я пахну Видимо, очень плохо Как ты назовёшь всё то, что я чувствую? Хочешь сказать, что всё это ложь? Да То, что это игра, не значит, что всё было ложью Вы знаете, что если вас введут в гипноз и скажут, что сейчас вас чем-то прижгут То ожог реально появится То есть, если наш мозг верит, что что-то реально, то так в итоге и будет Знаешь, я и правда слышала о похожем феномене В одной стране был проведён некий эксперимент на одном из заключённых Заключённому завязали глаза, привязали его к кровати и слегка надрезали его пальцы Чтобы выпустить ему кровь Затем заключённого оставили одного в комнате И лишь звук копающей крови отдавался эхом Но на самом деле ему не пускали кровь На самом деле его заставляли слушать звук копающей воды Но он верил, что истекает кровью Несмотря на это, заключённый в итоге умер Как и ожидалось от Миссони Твои знания о разрешённых государственных пытках Просто потрясающе Господи, в любом случае, пиздались Сони Хотите сказать, что если ложь правдоподобна То она может стать правдой? Мы на самом деле подсоединены к какому-то там устройству И в него загрузили наше сознание Поэтому мы искренне верили, что игровой мир был настоящим Значит, остров Бармаглот, на котором мы жили? Да, это тоже был виртуальный мир Весело Море, пляж, здание Всё было виртуальным миром Созданным программой нового мира Как и этот зал суда, в котором мы сейчас находимся Перед нами созданная программой виртуальная среда Она выглядит настоящей Потому что наши мозги думают, что она настоящая Поэтому, в конце концов В конце концов, что? Это был всего лишь искусственный мир Такова истина Блять, стало только хуже, по-моему Истина в том Истина в том, что всё это было ложью Такова истина этого мира Если всё это ложь, то во что мы должны верить? Какая разница, если это ложь? Эй, ты это к чему? Потому что, если это действительно игровой мир То всё, что здесь произошло, произошло только в игре Верно? А вот верно это или нет, мы узнаем уже в следующий раз На этом сегодня всё, так что всем спасибо за просмотр И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»